21 июня день Фёдора Стратилата назван через перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата на одной из стен церкви находилось изображение святого великомученика Феодора однажды собрались в этой церкви сарацины один из них взял лук и стрелу выстрелил в образ святого стрела вонзилась в правое плечо святого от образа потекла кровь как от живого человека увидев это чудо сарацины изумились те кто остались в церкви а это было 20 семей умерли в старину в этот день старались копать колодцы поэтому он имел название колодезника подходящее место выбирали так на земле с вечера клали сковородку дном вверх а поднимали ее на рассвете если дно сковороды лишь слегка потело значит воды здесь мало если оставалось сухим тут водяной жилы нет если на донышке сковороды собиралась большие капли то можно здесь рыть колодец а вот если прошел ночью дождь то попытка неудачно было с этого летнего дня начинался длинный период летних гроз приметы если сегодня роса большая жди хорошего рожая это была самая короткая ночь в году а нам это они будет ли кислые клюквы это кислое а мы сюда добавим еще года для того чтобы у нас это все не было кислым давай это мы сюда да можно можно все это помыть пожалуйста готовим дайте я тем кто вот впервые скажу вы даже себе затрудняетесь самых смелых фантазиях представить какая вкуснятина получается геннадия малахова когда он делает свои фирменные смузи вот все что сейчас полезного и для сосудов и для иммунитета вот она здесь все есть но просто это взбить в блендере мало должна быть основа и основа кисломолочный жидкий напиток но я вот можно и на кефире можно на кефире на любом кисломолочном продукте а зачем мы добавляем творог вот я не могу понять творог а творог мы можем и не добавить в этот раз да мы можем обойтись абсолютно без творога творог конечно мы можем добавить для того чтобы у нас еще это было более сытное более так сказать полезно чтобы у нас лучше волосы росли ногти росли хорошо потому что здесь как раз полноценные белки содержатся легко усваиваем и зелени они будут усваиваться великолепно кстати мы можем сюда вот этого лимончика я прям смотрю лимончика меня сводят руки так же как скулы хорошо 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 показывает невозможно а сейчас мы посмотрим как раз как это можно или нет так и мы сюда можем еще добавить у нас витамины группы содержится в прошлом зерне мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна который обогатит нашу смесь сделать более целебной и так добавляем это вообще потрясающая штука это самое проросшее зерно геннадий петрович проращивает это зерно сколько лет пока в холодильник пошел за зерно я сколько лет прораскиваете уже лет это 10 10 я хотела сказать 10 вкуснотища надо новую порцию сделаем сделаем едоков там много в целебной кулинарии угостим всех 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 кто находится в студии программы целебная кулинария с удовольствием мёд мёд таёжный мёд таёжники прислали тёмненькие фрукты это мне уже все нравится уже все нравится да я вам так скажу вот с этой вкуснятиной лечить сосуды и восстанавливать эластичность капилляров милое дело на завтрак на обед и на ужин папа теперь остается нам включить кстати корочки которые я сюда положу они придадут особый аромат но это же аромат говорит о том что эти это наша смесь вот обладать бактерицидами сейчас я попробую можно еще хорошо если ты любишь кисленько попробуй если да то мы разливаем потому что для меня лично вот клюква с лимоном в паре оказалась оказались таким сильным так вот видите всегда пробуйте перед тем как непосредственно разливать попробуйте какой на вкус получается делаем корректировочку отлично разливаем по новой попробуй тепереча тепереча как она мне кажется в этом я могу плавать не только не только очень вкусно спасибо ну это же прям животворящая какая-то история хорошая пшеница живая клюква живая лимон живой зелень хорошо и вкус получился очень хороший очень хороший и вот таким вот ароматом цитрусовых аромат цитрусовых если мне кажется даже я слышу петрушку ну знаете если медленно заживают вот эти рамки ссадины говорят что мало витамина c а если синячки будет заживать и синячки будут исчезать меняем синяки на вкус вкусный напиток от целебной кулинарии спасибо большую встречу